Андрей Константинов, бандитский Петербург, мой друг. Так вот, за эту ручку брались все гангстеры Ленинграда и Петербурга. А сейчас мы как раз подходим к легендарному, к легендарному 27-му отделению милиции. Нас било 8 человек. Это уже бар «Север». Советский человек туда не попадал. У каждого из них была такая справка о том, что он ненормальный. Вся блатата, она была в европейской. Больше всего здесь было воров и офицеров. Джингл бэллс, джингл бэллс, джингл бэллс. Видите, какое новогоднее настроение в Петербурге. Мы, в общем-то, закончили в прошлый раз примерно на этой точке. И, как я обещал, мы отсюда начнем и пойдем дальше, потому что здесь все буквально нашпиговано абсолютно культовейшими историями. Собственно, я уже, ну, на всякий случай, я представлю человека этого, для тех, кто не видел предыдущего выпуска, Евгений Вашенков, так сказать, агент МВД, орг преступности и самой, что ни на есть, прогрессивной и моей любимой журналистики Фонтанка.ру. Соответственно, Евгений, куда идем мы с Пятачком? Мы три слова скажем об этом месте и перейдем и пройдем до Садовой. Потому что та сторона Невского, она символизирует совершенно другую эпоху. Если мы шли от Дворцовой и говорили о Невском приключении, жуликов, мошенников, фарцовщиков, все что угодно. Ну, такая поздняя и постсоветская эпоха. То есть тот жанр был жанром слова и пальцев. Вот этих вот пальцев. Да, каких угодно. Ломать, это самое, говорить на разных языках, заниматься валютой и так далее, и так далее. То в этом месте пальцы сжимаются в кулак. Это другая эпоха. Вот за что я тебя люблю, так это за твою аллегоричность. И вот эта галера, о которой мы сказали несколько слов, она никогда никому не платила, кроме ментов, кроме одной недели. И это как раз рождение кулака. Сейчас еще жив такой миллиардер Сергей Васильев. Про него там масса что есть, боксер и так далее. Он в чем-то гениален, поэтому у него миллиарды. И он очень эксцентричен. Да, так как галера никому не платила, один раз только это было на белом свете, он собрал боксеров-борцов молодых, он сам старше. И как бы, говорит, парни... Извини, это примерно какой год? Это 80-е годы. И говорит, парни, слушай, галера не платит. Ну, непорядок, да? А это уже мир такой был, уже спортсмены поднимались. Ну да. Слушай, надо изменить эту ситуацию. А как? Такой утюг, кудряш, челюскин, как бы, это все борцы-боксеры. Что они сделали? Они начали подходить к самопальщикам, к валютщикам и так далее. Там, так, что там, продаем там? Он говорит, так, а что ты позоришь? Что ты позоришь город? Ты как себя ведешь тут? Люди с работы идут. Ну и легкий удар в печень. Ну вот. И, как бы, стали их под видом возмущенных советских граждан класть на асфальт. Так продолжалась неделя. И галера встала. Впервые в жизни. То есть, притом... Встала, то есть, остановилась торговля. Остановилась. Ну, как бы, после этого они ждали предложения. Как бы, что, ребят, как бы, как решить вопрос. Но Васильев мудрый человек. Он ждал, кто на него выйдет. И на него вышли не мелкая розница. На него вышли те, кто шил для него. Цеховики. Цеховики. Ну, Сережа, слушай, тут такое безобразие творится. Он говорит, ну, вот такие возмущенные спортсмены советские, как бы. Что я могу поделать? Он говорит, слушай, у тебя есть на них рычаги. Давай договоримся. И они договорились с Васильевым. Как бы, базы будут решать вопрос с Васильевым. Ну, как бы, продолжение должно следовать. А Васильев поговорил с ребятами. Васильев жадный. Он уже знал карту. Он собрал их и говорит, слушайте, я не ожидал. На меня вышли эти. И говорят, слушай, как бы, ну, останавливаешь производство. Говорит, ну, ментам-то надо уступить. И говорит, ну, да, ментам надо. А менты, наверное, ни на кого не выходили. Конечно. И он стал получать сопта. А ребята остались, как бы, ну, немножко похулиганили и все. Вот что такое стратегический бизнес. Другое дело, что с обманом потом это вскрылось. Когда он, да, он отсидел. И когда он вышел из тюрьмы, уже за это время те повзрослели, и те кое-что поняли. Они узнали на улице, как было дело, и они его не приняли. Потому что, ну, это было некрасиво, да. Вот. Но это были уже другие времена. Вот. А сейчас мы перейдем. Вот этот подземный переход, он очень важен. Мы говорили о том, что иностранцев было много. Иностранцы были законопослушными. Они ходили по подземным. И здесь, вот, ну, сейчас мы идем тут сколько, несколько человек, даже в праздники, да. А тогда здесь были какие-то толпы. А эта толпа, она и позволяет менять, обманывать и так далее. Поэтому вот этот проход, куда мы идем через Невский, если бы мы оказались там в 84-м, 86-м, 88-м году, да, здесь идут какие-то итальянцы, наши советские люди, какие-то воры, опера. Здесь вот, ну, здесь такая была какой-то, какой-то такой, как в Стамбуле какая-то проходка такая, где все, по большому счету, друг друга знали и понимали, кроме итальянцев, французов, немцев и так далее, и так далее. Вот. И опера должен был знать, как бы, и должен понимать, вот это итальянцы, это французы, это англичане, это шведы. Почему? Потому что у них разная валюта, разная ценность была, да, и он должен был понимать, что происходит. И оперативники вот сзади, за 50 метров, могли сказать, это французы, это шведы. И если бы, смотрите, как ты это определил? Они бы долго говорили, но мы бы ничего не поняли, но они понимали. Вот. Притом, иностранцы были совершенно все разные. Вот, допустим, итальяки. Эти очень похожи на нас. Разгильдяя, всегда договориться, всегда с улыбками, всегда, слушай, да, вы договорились, все разбежались? Немцы, те впадали в ступор. Почему? Потому что валюту поменял, для него это нормальная история, да? Даже если ему дали там динары или какие-то там, какие-то старые советские деньги, но ему объясняли, слушай, как бы, а валюту менять нельзя иностранцам. Да, да, слушай, а 88-я статья, и для иностранца... Давайте подойдем. Да, и он, то есть как, ну как, как, тюрьма. И он впадал совершенно в такое вот все, да? То есть он останавливался, с ним можно было договориться. Финны, как бы, они все понимали, вот, не жаловались. То есть самые такие продажные, это были поляки, как ни странно. Вот, эти мгновенно старались выкрутиться за счет своих. Не бери меня, вот у того больше. И говорили про своих, кто в группе. Нас всегда это как-то коробило, да? Вот. А югославы, те, такие, как из фильмов про индейцев. То есть они такие гордые, ничего не знают, готовы подраться. В тюрьму их не испугаешь. То есть вот эти стереотипы работали. Самые вредные, как бы, мы даже, я даже не к этому времени говорю, к которому мы находимся, это америкосы. Это, и вот здесь вот была такая история, прямо здесь. Мы с Теда стоим курим, отсюда выбегает такой нос-мошенник. Ой, подожди, слушай, нос. В андитском Петербурге там стоял вот здесь вот тоже чел в каком-то там сезоне. И он говорит, ну что, нос, валюту торгуешь? Реально? Да, да, да. Сейчас, друзья, я подставлю здесь маленький буквально кусочек. Как жить будем? Леша, нос. Я знал нос, на кого работает. Ну вот. Он выбегает, и он бежит так, что я понимаю, что он только что сломал деньги. Вот он бежит так. И у нас он выбегает, и он говорит, о, ну, и он как будто все понимает, что все. Я говорю, ладно, давай, иди. Он убегает, и выскакивает человек пять-шесть на американца. Они видели, что как бы я его что-то такое подержал и отпустил. Они это видели. Они обступают меня. Так, 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 значит, что-то говорят такое. Вот. Я говорю, все спокойно, показываю удостоверение. А у нас обычное удостоверение ГУВД. А мы специально такие вот, так, на пластике приклеивали там special service. Ну, чтобы было как-то понятно, кто мы, да. Ну вот. Я показываю, что как бы все, ребят, все нормально. Ну, отойдите. Минутку. И они там говорят, что такое там, ну, там есть там что-то, продажный коп, там, туда-сюда. И вот так вот, вот так вот меня. Я говорю, а это настолько для меня ненормально, что мне кто-то за руки хватает. Я говорю, руки убери. Я говорю, ты что творишь-то? В штатах они бы так не вели себя. Конституция, что-то, Америка, там, какие-то там, ну, какие-то вот набор, каких-то сколько. И идут, значит, два сержанта. Я говорю, идите сюда. Те, значит, им показывают. Я говорю, объясните товарищам. Я говорю, что как бы они им что-то объясняют. И вот, как бы, и они продолжают наступать, что нет. Там что-то дипломаты, там, как бы, что-то конституция. Я говорю, я говорю, слышишь, ты сейчас упадешь просто. Я говорю, конституция, я говорю, хорошая. Я говорю, ну, то есть, и вот, то есть, вот, невзирая на то, что это вот как-то банально, но это единственные были иностранцы, которые вот что-то требовали. То есть, они, они выбивались из атмосферы вот этих приключений. Мы их очень не любили. Это удивительно, потому что, как раз, ну, вот, сейчас американцы одни из самых благодарных туристов. Они отдают больше всех чаевых. Они такие, знаешь, как это, как Элисон Вандерлэнд. То есть, они приехали вообще такие, что это, почему у вас такие дорогие машины, почему у вас так хорошо одеваются люди, почему вас никто не голодает. Вот, вот, Гранд-отель Европа, это была европейская, было два самых кодовых ресторана. Это Астория, но она была сословная. Там были какие-то всегда народные артисты, какие-то академики, какие-то генералы, какие-то художники, да, то есть, как бы, там не гуляли, а там вот как-то Астория, да. А вся блата-та, она была в европейской. И здесь, от времен такого легендарного феоки феоктистого до 2007 года, когда рейдерская волна спала в Петербурге, здесь были лица. Ну, вот. И вообще вот эта улица Бродского, да, то есть, ну, не Иосифа, да, подскажем, да, а художника, да, она была такая культовая. И все, как бы, перед какими-то делами собирались здесь. Здесь появились в конце 80-х, когда уже, ну, все падало. Такие, первый раз я увидел, такие ребята от 12 до 14 лет. Ну, пацаны с какими-то сумками, такие резвые. Это, в Ленинградской области есть такой поселок Никольское. Почему они из Никольского приехали? Как так получилось? Тут науки неизвестны. Это человек 8 было, они так и назывались Никольские. Что они делали? Они узнали, что здесь можно зарабатывать деньги. Они ничего не умели. Не ломать, не говорить. Гутенморген сказать не могли. Тема была такая. Идет термачка, идет, они забежали. У них были такие, они накупили таких платков русских, назывались шали. Один подбегал и вот так вот обвязывал, значит, этой шалью. Человек вот так вот. И говорил, что как бы, ну, купи, купи. Да, притом, притом связывал вот так вот. Второй брал заячью шапку и вот так вот одевал пермачу, вот таким образом. Тот несчастный сказал. Третий, четвертый выдергивал у него либо лопатник, либо, значит, какие-то там телефонов тогда не было, ну, фотоаппараты, и они разбегались. И на странице осталось и так. Это называлось продаем шали. Вот, это как бы новая такая волна. То есть, делать ничего не умеем, но подстраиваемся, да? Ну, вот. Потом, может быть, кто-нибудь из них вырос в великого бизнесмена. Да. И как бы, вот, ну, вот начиналось это. Вот это вот проход до Садовы, он сейчас культовый, и он начинается с того, что вот именно на этом месте, ну, плюс-минус 10 метров, это была такая великая сцена. Мы идем, вдруг останавливается микроавтобус, убитый микроавтобус. То есть, как он едет, непонятно. Вот, он так, все, так, хрюк, все, понятно, встал. Все закончилось, жизнь ему закончилась. Оттуда выходит человек 8 таких, ну, реальных таких ребят в дешевых куртках, в дешевых каких-то кроссовках. Ну, лица, это были лица. Они так выходят. Все интеллектуальные. Я говорю, парни, я говорю, как обстановка? Он говорит, да вот, приехали в город, там, посмотреть. Я говорю, ну, а что вы посмотрите, я понял. Я говорю, а вы откуда? В Воркута. Ну, вот. И потом я уже их встречал. Сами вот эта воркутинская братва, она выросла из горного института, потому что горный институт брал, да? В Горный и несколько спортсменов воркутинских, когда начался, они начали приглашать своих. Вот они позвонили своим. И те на этом микроавтобусе доехали до этого места. Он умер здесь. Но они доехали до Невского проспекта. Паша. Увидеть Париж и умереть. Я всегда, кстати, думал, что испытывал Иосиф Бродский, когда гулял по улице Бродского. Наверняка какие-нибудь шуточки у него на этот счет рождались. Может, он ходил даже в музей Бродского. Не исключено, да. Вот. Вот это тоже интересное место. Сейчас мы посмотрим армянская церковь, да? Она такая где-то в глубине, на нее мало кто смотрит, тем более поставили вот эту вот какую-то оградку. Здесь комитет по культуре, да, значит, находится. Чем она интересна? Вот около церкви, да. Почему около этой церкви? Тоже науке неизвестно. Здесь собирались так называемые немцы. Под немцами мы называли немых. Немых. Слушай, ну на самом деле ведь поэтому немцев так и прозвали, что они немые, тупые, русского языка не понимают. Это была особая совершенно история. Они жили, у них специальный был дом на Петроградской стороне, потом у них какое-то общество там и школа на Петроградской стороне. Вот. И здесь их было человек там от 15 до 20 всегда. Их называли немцами, немыми. На самом деле большинство были плохо говорящие. То есть они чуть-чуть слышали и так вот со скрипом говорили. У каждого из них была такая справка о том, что он ненормальный. Ну вот. Это были карманники. Только карманники. Работали они на вот неудобстве человека. То есть они подходили к иностранцу с какими-то открытками, с какими-то шоколадками и вот это а-а-а-а-а-а-а. И человеку становилось неудобно. Ну как бы что, человек с болезнью с такой, и вот это а-а-а-а-а-а-а-а, значит. Ну как бы купи открыточку, да. Ну он за какую-то, значит, копеечку покупал открыточку, у него больше ничего не было, пропадало все. Возглавлял их такой Яша Друкер. Он родился в конце 50-х, такого небольшого роста. И Яша это был главный по этим немцам. Он сам квалифицированный карманный вор был. Их никто не трогает. Значит, их, даже когда они мешали фарцовщикам и так далее, и так далее, они были необычайно дружные. И они друг за друга стояли, ну, насмерть. То есть если одного тронешь, тут же появилось 5-6. И самое интересное, когда они дрались, они же молча двигаются. Это нас... Я один раз попал в драку, в такую, да, вот в мурагу. Это настолько психологически тяжело. То есть, ну, обычно же драка, слова, мат там, ну, вот это... А вот 5-6 человек вот просто молча бьют вот так вот, как копытом, понимаешь? Ну, и вот они такие дружные. И Яша был с ними. Яша уехал в 90-х годах в Германию. Ну, они сначала ездили туда на гастроль. Там очень маленькие наказания за кражи карманные, да. И много денег тогда было. И в начале нулевых я за него слышал, что где-то в Германии он уже там хорошо живет, ездит на хороших машинах. И у него сетка этих немцев, в том числе немецких немцев, ну, вот, человек там 200. То есть у него уже сетевая история, да. Вот. Ну, как бы, вот... Современный бизнес-подход он, сетевой маркетинг. Были они такие. А Яшу хотели всегда поймать на кармане. Один раз около Европейской толпа туристов, как раз со мной опера карманные идут, и Яша выскакивает из толпы. Если Яша выскакивает, это значит при нем кошель. Все. Ну, это не обсуждается. И он как-то моего раз так сразу, Яша, ну, наконец-то, да. Шманаев, нету ничего. Что такое? Потом на улице мне говорят, а знаешь, как он работает? Он говорит, вас увидел, но все равно вытащил кошелек. Вытаскивает, понимает, что сейчас его будут принимать. Нагибается. Засовывает кошелек под локер Икаруса туристического. И выходит, мы его обшиманали, он там типа, в чем проблема, ребята. Потом вернулся, забрал кошелек, ушел. То есть вот... Виртуоз. Слушай, я забыл фамилию режиссера, я брал на него интервью. Он сказал, короче, документальный фильм, как немые отливали какой-то колокол, короче. И он попал на их свадьбу, и вот он показывает свадьбу. Это тоже совершенно феноменальное действие, когда вот так вот волчьи, они там вот это вот. А когда их задерживали все-таки, новая ситуация происходила. Дело в том, что его допрашивать можно только с переводчицей, ну, по закону. Где брать переводчицу? У них в обществе. А это все их учителя. То есть они их любят. И вот такая сцена. Следователь, задержанный немой, переводчица какая-то Мария Ивановна. И они между собой разговаривают. И ты как дурак, понимаешь. Что они, она ему объясняет, как, что. И вот ты на это все смотришь, да. То есть они все стояли на их стороне. Вот это вот понятная история север. Здесь три уровня. Первый мы видим легендарное кондитерское. Если перед праздниками, то это очередь была там 50 метров, да. Что за тортом. Но это история советская народная здесь. Теперь смотрим на четыре окна. Это уже бар север. Советский человек туда не попадал. Здесь днем как раз сидели валютчики, фарцовщики, какие-то козырные воры и так далее. Это вход был оттуда, да. И, ну, туда, во-первых, люди плохо знали, что туда можно попасть. А потом туда надо попасть, да. Но это вещь дневная. Такой гриль-бар был, да. То есть тот человек, который на Невском проспекте мог вот так вот через очередь так, товарищи, раступитесь, пройти и зайти туда вот так вот. Тут же воротчик его пропускал. То есть если ты видел такого человека, неважно кто, что ты его не знаешь. Это козырный парень. Просто от того, что он идет. А вечерняя жизнь, давай подойдем. Начиналась отсюда, и здесь есть... Да, давай зайдем. Да, здесь есть ручка. Вот она. Вот она ручка. Это все осталось с царских времен. Это было при Советском Союзе. И до сих пор эта ручка, и дверь тоже самое. Значит, это великая история. А, ну да, он фашеный у нас. Потому что за эту ручку вы можете подойти, просто там бутики, все понятно, взяться. Так вот за эту ручку брались все гангстеры Ленинграда и Петербурга. Нету человека, который эту ручку не трогал. Приобщились к истории. И это был ресторан уже «Север». И он был первый. Он был первый ресторан «Север». Все. Но в 1986 году здесь был ресторан «Нева». Сейчас подойдем. В 1986 году здесь, по-моему, венгры делают ремонт ресторана «Нева». Вход был не отсюда, а вот отсюда. Да, да. Это вход в ресторан «Нева». И он перекрывает могущество «Севера». И с 1986 года, ну, как бы, если ты правильный, то ты идешь в «Неву». И к концу 80-х годов это становится штаб-квартирой братвы. На воротах известные борцы боксера. Значит, ну, пройти туда, ну, наверное, постороннему, какому-то богатому человеку можно, если он постоит там, даст денег и так далее, и так далее. Вот, вот так вот стоял, вышибал. Вот так вот, типа. Собирал совсем, совсем. И если ты заходишь в ресторан «Север», вот так, сейчас там, сейчас буква есть. Да, ресторан «Нева» на второй этаж, то ты уже видишь другую историю. Это столики, где сидят девки, или столы, где сидят там воркутинские, пермские, тамбовские. А они там между собой, не бывало так, что они там между собой? Нет, это была такая нейтральная территория, да? Какие-то истории были и так далее. У меня был столик на втором этаже, маленький такой столик. Официанты всегда знали, что кофе, пепельница и тогда бутылка пепси-кола. Все, это было у меня бесплатно. Мы заходили, если что, ели на кухню, ну вот туда. Вот, и, значит, фотоаппарат у меня лежал у метродотеля. И у метродотеля лежала книжка. Уже ночная жизнь начинается с 10 вечера. Едешь, так, зайду сюда, заходишь, дверь отказался, здорово, как дела? Ну, нормально. Ну, заходишь, пьешь кофе, смотришь, опа, а там такие четыре таких там сидят, ну, все видно. Ладно, подходишь, говоришь, парни, да, слушай, я такой-то, такой-то, да? Значит, давайте так, аккуратненько встаем, тихо доходим до метродотеля, маленький разговор, садимся. Есть второй вариант, какой? Вы сейчас посылаете меня туда, куда посылаете. Ребят, шум, гам, кого-то из вас все равно, я... Ну, ну зачем? Ну вот зачем? Там, слушай, если есть что-то такое в карманах не то, под столом положите и пойдем. Вот они молча встают, идем к метродотелю, я беру фотоаппарат «Зенит». Так, встали, все из карманов, так кто-то там, такой-то из Перми, такой-то записал, сфотографировал. Все, ребят, все, все, идем ужинаем. То есть это вот, это была норма. И нужно было... А бывало так, что все-таки не вставали и не мешли? Бывало. Нужно было доказывать. То есть, как бы, время... Ну, я говорю, что со мной, вот моя группа была уже тоже спортсмена всем там. Димка, мастер спорта высокобойников, был мастер спорта по гребле, потом рукопашник был, боксер был. То есть мы, в принципе, были такие же, да? И уже время было, когда ты либо ставишь себя, что ты такой же, вот, либо, ну, в лучшем случае отмахнуться. И была такая легендарная история была. Ну, потом надо понять, что я на меня глазами и на себя смотрю глазами того времени. Вот я капитан опер, да? Я считаю, что это все моя территория. Я сижу, пью кофе. Ну, вот, там такая Тома идет, сутенерша, думаю, сейчас ей там переговорю. И так вот под балкончиком внизу садится группа. Да? Я так на нее так внимательно смотрю, кто-то поднимает глаза и говорит, че? Ну, так говорю, че? И при всех. Я говорю, ничего, я говорю, там, ну, не в курсе, что ли, да? И он говорит нехорошие слова. И в этот момент надо что-то делать. Подходить, вот это здра... Ну, все не то. И я просто перепрыгиваю через этот балкончик и ногами ему в стол вот так вот втыкаюсь. Потом тарелки, салаты, потом всех успокоили. Ну, как бы, это была такая акция, где я говорю, не, я главный. Ну, вот. И, ну, ну, да. Ты прямо, блин, Джеймс Бонд. Нет, это, ну, это так работало. При этом надо понимать, что вот сейчас такая история, там, там, сотрудника ГИБДД, там, толкнули, как-то там, с полицейского, там, ударили. Ой, ай, ой, там, следственный комитет. Ну, это просто история. А надо понимать, что вот 23.00, это отстойщики стоят, таксисты. Все полностью забито. Девки выходят с иностранцами. Какие-то тут братва выходят, кто-то кого-то цепляет. Какая-то свадьба пьяная. Ну, вот, это шоу. И подъезжаешь так, смотришь так, как обстановка. И подходит ко мне одна девчонка, говорит, слушай, там парни выходят, какие-то, говорит, непонятные, говорит, но они со стволами просто. А тогда еще так как-то, я говорю, да ладно. И мы с операми, я говорю, ну-ка, идем к северу. И оттуда выходят такие, я чувствую, что как-то не ленинградцы. Такие высокие, стройные, такие длинные волосы. Действительно, как бы, там, у одного, у второго. А так как мы, как бы, первые, то не, ну, тогда слова-то ОМОН не было. Я так, так, опаньки. Я говорю, ну, очень хорошо, иди сюда, говорю, что-то. Так, вынимаю у него, а этот газовый оказался. И начинается драка. Нас двое, а. Нас било восемь человек. Это оказались югославы. Били, как конь копытом. Я помню, я падаю на, уже на коленке, и просто закрываю глаза, вынимаю Макарова. Стрелять я никого не собираюсь, потому что куча народа, это безумие. Я вынимаю обойму, передергиваю, обойму прячу. И понимаю, что теперь я буду бить. И пытаюсь встать, и в этот момент я вижу, что один югослав падает, другой югослав падает. Я поворачиваюсь, воротчик отсюда, он сейчас казачий атаман, между прочим. Он как бы выскочил, и начинает, ну, просто их метелить. И воротчик с севера. Мы их положили, потом менты подъехали с Куйбышевского РУВД. Короче, решили вопрос. Я потом моюсь в туалете, а у меня минус часы, ну, все, разорвано. Он подходит, говорит, как? Я говорю, ну, что ты при всех за ментов вступился? Он говорит, да я не хотел. Говорит, ну, так жалко вас стало. Говорит, ну, просто убивают уже. И это была такая, ну, просто вечерняя история. Это была вечерняя, обыденная история. Вот как бы, вот время-то кого? Ладно, я свои пять копеек ставлю в гостинице «Север». Раньше была кофейня Андреева, именно там, собственно, Софья Перовская собрала своих четырех бомбометальчиков. Да, тут вообще можно накладывать такие смыслы. А что касается пассажа, то сюда центровые не сувались, а считалось мышеловкой. Он, в отличие от гостиного двора, очень широкий, очень много места, и как бы отсюда не уйти. Поэтому, как бы, его не любили. Пассаж не любили, он был такой проходной. Слушай, а в те времена вот эти переходы носили какие-то свои названия? Потому что вот в 90-е это называлось «холодная труба», а там называлась «теплая труба». Нет, нет. Ну, может быть, когда начали появляться вот какие-то там панки, еще кто-то. Но до нас, нам это было до лампочки, потому что я помню, когда вдруг приезжали какие-то проверяющие из каких-то секретари, какие-то ответственные по горкому, и что-то нам начинали вдруг рассказывать, что вот какие-то там, значит, надо задерживать, кто-то там с какими-то заклепками или еще что-то. Мы еще, ну, слушайте, как бы… Короче, меня. Меня. Нет, нет, нет. И мы как-то на это смотрели, а вот, а зачем? В смысле? Зачем? Ну как? Они там что-то такое позорят. А у нас какой-то ужас ужасный на Невском проспекте. Нам еще не хватало, кто с заклепками, кто… Мы говорим, а что они делают? Ну, они что-то ходят, поют. Я говорю, господи, уж святые люди. Это примерно как сейчас пытаются на ментов повесить, соответственно, выявление нелегальных гидов. Вот им, значит, еще, значит, вот этого не хватало. Вот, поэтому мы… И плюс мы, ну, не… Нам не нравилось. То есть мы… У нас была чисто такая уголовная история. Нам не нравилось, ну, когда нас засовывали в какую-то там политику и так далее. У нас же была такая песня, а сейчас… Ну, пройдет. Я помню, это год, наверное, 89-й уже. А уже все разваливается. Уже какого-то права нету. И меня… А у нас начальник управления был полковник госбезопасности. Тогда на усиление кинули. Везде писали просто полковник. И меня приглашают, как руководителя группы. И сидят там два таких, ну, я понял, ГБЧК. Все, они одинаковые, вежливые. И вдруг они начинают говорить. Так и так, нужна ваша помощь. В Ленинград приедет какая-то крупная партия Библий. Библий? Да, Библий. В Финляндии. Она становится там-то. Вы справа, мы слева. Я вот это все слушаю. А рядом с вами сидел такой Игорь Лилеян опер. Вот вы туда, вы сюда. А мы уже такие… И Игорь говорит, слушайте, как бы, а что они нарушили-то? Он говорит, ну, как? Библия. А Игорь говорит, а у нас разве в Конституции Библия запрещена? И те так смотрят на своего вот этого коллегу-полку и говорят, типа, а это что такое? Это что за разговоры? Ну, они же перепродают их. Он говорит, а мы говорим, кому? Ну, там, верующим. Он говорит, ну, когда будет перепродавать в неположенном месте, мы их и задержим. То есть, как бы, мы уже позволяли себе вот так отвечать госбезопасности. Слушай, ну, вот это, конечно, даже для меня все равно история, что приезжает Библия, и надо ее, значит, это… Да, ну, они еще жили вот в каком-то другом. В старозаветном месте. А вот сейчас подойдем-ка, перейдем. Давай тогда на пешеходный переход все-таки дойдем. Ты пока можешь начать рассказывать. Вот здесь мы идем, здесь как раз важное место, здесь ресторан «Метрополь». Да-да-да-да. Ресторан «Метрополь». Это, вот, если брать, мы были, было несколько точек таких, кавказские. Мы проходили ресторан «Кавказ», да, около Баркайда Толя. Потом «Север», «Нева», ресторан «Баку» остался на углу Садово-Итальянской. И ресторан «Метрополь». Вот это были кабаки, которые, как бы, делились. Кавказский, да, это был такой… Вот, если тебе надо познакомиться с каким-то шулером, поти, гагре, либо с каким-то торговым работником, который наворовался и гуляет, да. То есть это вот про это. Север-Нева, понятно, все, братва начинается, да, тут, как бы, вот, могущество, да. Баку, оно и было всегда, там, Азербайджан, Дагестан. Туда не очень любили, потому что как-то они, ну, вот, вокруг этого названия. А «Метрополь» – это был такой удивительный ресторан, где гуляли блатные офицеры. Потом какие-то… Офицеры военные. Да, военные. То есть больше всего здесь было воров и офицеров. Вот почему, непонятно. Ну, вот, потом туда заходили какие-то люди, которые хотели погулять. То есть он был как-то такой солянкой. Вот «Метрополь» был, да. Вот. И там можно было увидеть, допустим, притом именно гуляли. Там огромный зал был, то есть какая-то водка. То есть он был кабаком. То есть если те были уже ресторанами, то «Метрополь» оставался кабаком. То есть вот он последний держался, как какой-то кабак. Там официанты были кабацкие. Там какие-то можно было пьяных офицеров увидеть, которые вот так вот сидели, как бы отдыхали. Какие-то менты сидели. Какой-то столик был, там понятно, что по четыре, по пять ходок было, да, у людей, воров, да. И вот как бы вот здесь вот, туда если даже до сих пор заходить, там такой узкий такой, узкий проход. Вот как раз немые, немые, любимые места вечером работали здесь, вот в этом узком проходе. Вот. А из баек следующее Андрей Константинов, бандитский Петербург, мой друг, вообще часть моей жизни. Это он очередной раз приехал с Ливии, по-моему, или с Йемена. Ну, а приезжает... Константинов военный перевозчик, как и Балабан. Короче, куча чеков, туда-сюда, ну вот, да. Значит, утром мне звонит кто-то и говорит, слушай, говорит, Андрюху, а я уже опером, Андрюху забрали, значит, в менты. Я говорю, да, куда, ну, в 27-ое. Я говорю, а что там? Там на Крылово. Да, там на Крылово. Говорит, слушай, там какая-то ситуация была там, кто-то подался. Я говорю, ну, хорошо, сейчас вытащу. Звоню в начальнику 27-го. Я говорю, слушай, я говорю, там, он же фамилия Баконин. Я говорю, Баконин, Андрей, посмотри там, ну. Я говорю, мой друг, я говорю, приехал, военный перевозчик, офицер, я говорю, там какая-то, ну, неправильная ситуация, давай. Он говорит, да сейчас вопросов нет. Потом так звонил, говорит, ой, Женя, тяжело. Я говорю, да что ж он такое сделал. Я беру служебную машину, прилетаю, Андрюха, связанный, сидит в комнате. Вот, я говорю, я прихожу, я говорю, парни, я говорю, мой друг, я говорю, что-то может не так там. Я говорю, давай закругляйся. Он говорит, а мы сейчас расскажем, что не так. Ну, вот, говорит, мы его брали с собаками в метрополе, его и какого-то сотрудника пожарной охраны. Я говорю, хорошо. Он говорит, бегали по столам. Значит, сержант получил морду. Там срывали шторы. То есть, ну, вот весь набор, весь комедит. Сколько ему лет было примерно? Сколько? Ну, сколько, 63-го года, это 89-й. Ну, сколько, 26 где-то. Ну, вот, и я решил этот вопрос, но это было дорого, потому что, говорит, Жень, при всем уважении, вот, ну, вот, ну, вот. Но, слушай, наш человек. И потом, когда я его вытащил, не в меня его посадил, привез в отдел, я говорю, так, посиди у меня, говорю, Андрюх. И что-то, потом я говорю, так, Андрей, он говорит, Женя, я помню, последнее, мы сидим в пивном баре, очки, это вот на Кавказе, да? И я разговариваю с каким-то умным человеком. Я говорю, и все, да. Я говорю, ну, тогда слушай, что было потом. И я ему рассказываю, он говорит, да быть такого не может. Я говорю, да я тебя только что из ментовки вывез, я говорю. Ну, вот. А сейчас мы как раз подходим к легендарному, к легендарному 27-му отделению милиции. 27-е отделение, оно держало весь центр. Вот все туда, все задержанные, все битые, все скандалисты, все фарцовщики, все центровые, всех свозили в 27-е. Вот это переулок Крылова. То есть в любой момент, когда бы мы в 80-х, с конца 70-х годов сюда бы пришли, здесь стояли какие-то тачки. Здесь привозили, одних привозили, другие выручали. Вот. Да, сейчас это, вот, короче, вот эта дверь, это сейчас закрыто. А вот эти окна, вот это вот дежурка, дежурка. И здесь стоят те, кто выручать будет. Здесь те, кто там забирает свои отобранные вещи. То есть опер, который проработал в 27-м год, это примерно как, допустим, в Невском или Калининском, или там, я не знаю, в каком-то другом Фруненском районе, который 5 проработал. Если он за год не сел, то есть человек, который работал в 27-м, и когда рос, допустим, куда-то там переходил, то он мог сказать там, слушай, ну откуда ты, он говорит, ну началось с 27-го, все. То есть, как бы, ты был под Сталинградом, ты видел такое. И, как бы, здесь картины были такие вот. Я помню, такой был из братвы Жени, у него фамилия была интересная, Каля. Мы его притащили сюда, а он такой хамовитый, невменяемый, плюс такой центровой. Вот он его заводит, так, все, Женя, заходи. Выходит старшина, Сережа его звали, он держал центр. Первое, что делает Женя, говорит, что смотришь, ментовская рожа. И вот так вот между ногами, бам. А дальше, как это выглядит, старшина так, зря ты это сделал. Когда утром Каля забирала братва, у Каля была сомана рука, здесь какая-то повязка, и он не мог поворачивать голову. То есть, он его бил, раз пять перекуривал. Вот, и это было тоже нормально, да? То есть, и это было вне каких-то материалов, каких-то жалоб. То есть, как бы, ну, это, ну, попался такой, ну, вот, ну, хорошо. Поэтому, вот, все, кто, если кто-то про центр что-то говорит, ему скажи, там, Крылова 27-го, и он задумается, все, ну, как бы, он какой-то другой человек. Женя, пожалуйста, развей или подтверди этот факт или миф. В Катькином саду собирались голубые? Значит, дело в том, что... Дело в том, что милиция и уголовный розыск никакими голубыми никогда не занимались. Я понимаю. Но тема такая была. Другое дело, что для уголовного розыска она была какая-то, как, ну, как андеграунд художники, да? Ну, есть и есть там, типа, какой-то бред какой-то, да? Голубыми... На голубых обращал внимание, я прошу прощения, комитет госбезопасности. Почему? Потому что, когда нужно было кого-то прикрутить, а политических статей, как известно, у нас не было, да? То прикручивали за это на законных основаниях. Я напомню, что в Советском Союзе была статья о замужеложестве. Да, Катькин сад всегда был, помимо вот какого-то вот такого непонятного флера, здесь собирались, играли в шахматы на деньги. И здесь стояли картежники, брали таксистов, таксистов платили за целый день. И вот здесь можно было увидеть, допустим, два-три такси вот этих вот советских. А внутри, то есть таксиста нету, таксист где-то курит. Ну вот. А внутри играли картежники. Затаскивали. Прямо в машине? Да, прямо в машине. И это были отчасти заработки, потому что, я помню, как же его Левша, по-моему, звали. А БХСС, борьба с лечениями. А мы идем, значит, их тут раскладывают, значит. Так, все из карманов, значит, их вынимают. А был такой шулер Левша. И Левша так стоит, и они так выгребают. И такая газета. На газете, ну, допустим, рублей там 500-600, много, да, такая куча. Стоит, значит, какой-то такой, понятно, значит, это самое. Эти стоят, те говорят, ну, что делаем, это что такое там, карта не положена, игра. Чьи деньги? Левша говорит, без меня, без меня. Я вообще не знаю, я подсел, что-то закурить хотел. Ну, вот. И потом так, мы идем. Я говорю, Левша, привет. Он говорит, денег нет, читай газету. Играли в шахматы. Здесь был замечательный сюжет. К сожалению, плохо помню его имя. Вот, значит, тут же дворец пионеров. По дворце пионеров в свое время тренировал, воспитывал шахматиста, такой Зак. Он был тренером Карпова. И он собирал самых талантливых, талантливых, там, десятилетних, восьмилетних, то есть подающих надежды. Оттуда идет, условно говоря, десятилетний. А он был такой, ну, как бы, не то чтобы даун, но вот, как бы, вот такой вот, ну, вот, в шахматах, как у Набокова. Ну, понятно, как защита лужина. А здесь, значит, такие вот шахматисты, при том, не умея играть, умея сходиться, да. То есть, грубо говоря, это были не мастера шахмат, а те мастера, которые, ну, они хорошо ребята играли, но главное выбрать партнера ниже, да. Что они делали? Сначала разминка, ой, давай сыграем. Играли там по пять рублей, по десять рублей, по двадцать пять рублей. И сначала, слушай, там, давай сыграем, Паш, ты говоришь, давай. Я начинаю играть, во-первых, если сильно играешь ты, я откажусь. Если ты плохо играешь, я под тебя, ну, как бы, играю тоже плохо. Я говорю, слушай, ну, может быть, по десятке, да. И тут я себя переворачиваю. Вот. Вот это было, и он, вот этот мальчик, вот, он что-то такое, значит, шахматы увидел, у него что-то включилось, значит, и он, и что-то, говорит, там, вот там, а вот так вот, а вот так вот. И один из них, он врубился, он говорит, да ты откуда, ну, дворца пионера, понял, мастер. И он начал, когда тот возвращался, ну, как-то, то ли жил здесь, и он возвращался. И тот, говорит, слушай, приходи, что он делал? Он его брал, как там, племянника или там, внука, и говорит, а вот племянник. Тот и хлопал всех подряд, ну, вот. И тот мальчику этому давал, условно говоря, рубль. Тот с рублем, значит, шел и так далее. А забирал себе там, из 25 рублей рубль давал ему, значит, 24 себе. И он, значит, так его использовался. Дальше играем конец. Приходит друг папа, мальчик, и говорит, так, есть разговор. Но папа был деловой человек. Он не по поводу того, что вы вовлекаете, а типа, а почему рубль? И ребята вынуждены были сказать, ну, да, как бы немножко несправедливо. И они, условно говоря, там, мальчик стал зарабатывать там 15, а они брали 70-ку. То есть папа сразу акционерную эту историю поломал. А 90-е годы здесь вдруг вдоль, вдоль абсолютно всего, это уже был год, наверное, 89-й, такой получился вал, поставили столы. То есть, как бы, вроде продавать нельзя, но вроде уже все можно. Вроде валютой заниматься нельзя, а уже у каждого валюта. И появляются вот просто кто-то первый, вот эти раскладушки, столы, так вот вдоль, вот кроме Невского проспекта, вот полностью, вот полностью, да, все это в столах. Это иконы, это какой-то палех поддельный, палех настоящий, монеты, какие-то шапки, какие-то что, ну, полностью. Но это было абсолютно для иностранцев. Туристов было советских мало, советский человек, как бы, ему не нужно было, там очереди в магазинах уже были. И вот вдоль вот этого, это месиво иностранцев, которые ходят. Разумеется, что это такое? Это втюхивали им, значит, какой-то левый палех, который делали на коленке, вот эти иконы, какие-то кресты, тут же воры, тут же с ворами конфликты, тут же ломщики, тут же самое. Но это уже было время, когда боротва подминала Невский проспект. И примерно было так, вот половина, половина, там, до Дворца пионеров, это были, допустим, там, борцы, борцы-вольники. Отсюда половина до Александринки, это там самбисты, дзюдоисты. Имеется в виду те, кто держали эти столы. Каждый платил. Вот здесь вот, это был такой, боксеры Володи Колесника и так далее. Здесь начинались другие боксеры, то есть, как бы, вот, все, вот там, 10 столов и так далее. А последний пришел такой Артур Джижевич, такой известный боксер, плохо кончил он. Как бы он приходит, а все, значит, как бы, э, а я, а я, а мое где? Это как Германия в конце 19 века в Китае явилась, такой, все уже попилено, а где мое? Он приходит с своими боксерами, типа, как бы, а где мое, там, он говорит, что Артур, ну, как бы, ну, все уже. Не, я Артур, там, Джижевич, так далее. И друг, значит, мой товарищ был, вот, он говорит, а столы стояли, условно, говорят, ну, вот на расстоянии вот друг от друга такие. Он говорит, слушайте, парни, ну, давайте, говорит, столы вот так вот полностью, вот, ну, подвинем, подвинем, да, ну, и Артуру останется там и так далее. А Артур, он такой, ну, прямой, он говорит, а что меня двигать будут? Он говорит, Артур, все, все, дискуссия закончилась. Вот, мы же тоже, значит, появлялось уже много коммерсантов, которые, ну, как бы, понимали, что нужно платить, но получать, не просто платить за то, что ты есть на белом свете, да, как бы, вот, я боксер, поэтому ты не платишь, а платить за охрану. Услуга только рождалась. И к нам подходит несколько человек, говорит, слушайте, ребят, говорит, давайте мы с вами будем, ну, как бы, ну, как-то и разговор у вас нормальный, и, как бы, и так далее. Мы ему хорошо, договорились. Ну, вот, значит, и несколько человек, значит, нам, и мы, значит, сказали, что, значит, ребят, это ваше, а это вот сюда вот даже, даже не смотрите. Ты уже не опер. Нет, я опер. Да, опер. А все, я говорю, все, как бы, это вот, это наши родственники, близкие. Ну, вот. И в очередной раз, Вера такая, Вера подходит, говорит, Жень, слушай, говорит, ну, у меня сумка была там с Палихом и так далее, ну, просто, говорит, ну, забрали и ушли. Я говорю, кто? Тайсон. А Тайсон, он такой, боксер был низкого роста, такой крепкий, его Тайсон назвали. Он говорит, Тайсон. Я говорю, классно. Что, просто вот так вот, он говорит, ну, да, ну, просто, ну, как бы, бесовщина. Ну, я иду через ребят, спрашиваю, а где Тайсон? Он говорит, Тайсон там ест в грильбаре. Я говорю, хорошо. Мы подходим, Тайсон ест в грильбаре шашлык. Я говорю, Тайсон, есть разговор, иди сюда. Мы подходим. И это история о времени. Вот мы берем Тайсона, я отливаю наручники и пристегиваю его к решетке. А тут фирмы ходят, иностранцы, ну, все, все. Пристегиваю, пристегиваю, пристегиваю. Я говорю, Тайсон, ты стоять будешь до тех пор, пока вере не вернут став. Ну, став это, да? Ну, вот. Как я отдам? Я говорю, не знаю. Ну, вот. И пристегиваю. Значит, беру, я сам ухожу. А как? Я говорю, ну, не знаю, пацанов будешь звать, пацаны будут искать, бегать. Я говорю, это твои проблемы. И вот он стоит вот так вот, пристегнутый. Никто не... Всех охочет, никто не обращает внимания. Он еще там каких-то боксеров зовет там. А я говорю, отстегнете или там, ну, что-то так вот, ну, по большому счету. Я говорю, смотрите. Я говорю, следующие вы будете пристегнутые. И через пару часов они сами находят и отдают. Это опять же, как бы, тут же вопрос даже не столько в денег, сколько мы договорились с верой, да? Все, мы должны ответить, да? И после этого, как бы, все знали, что нельзя ничего делать. Вот так решались вопросы. И на тот момент по-другому это не работало. Налетчики какие-то приезжали сюда. Поэтому здесь был такой вот, ну, такой рынок настоящий. Здесь, и я уверен, что если провести какое-нибудь исследование, много тех, кто здесь стоял и продавал, они там стали кем-то. Да, Жень, слушай, на этом, я думаю, тоже мы подведем черту. Нашего замечательного тура. Я думаю, что мы, конечно же, еще продолжим. Сейчас мы сделаем здесь небольшой кат. Так, друзья мои, ну, здесь столов нет. Здесь есть магазин, все по тысяче. Напоминаю вам про книжки мои, которые вы можете купить. Вот эта вот книга про пиар во время русско-японской войны. С большим количеством иллюстративного ряда. Очень хорошие отзывы о ней получаю. Ну, это прям бестселлер, да? Вот это то, где мы сейчас ходили. И здесь как раз это все есть только с исторической точки зрения. И про церковь, и про север. И вот, видите, вот это вот все. Вот оно тут все имеется, да? Ну, и мой острый социальный роман «Корень» как раз про конец 90-х, начал нулевых. Только про уже такую более альтернативную и более скиновскую историю. Ну, а экскурсии, я скажу честно, пока не знаю, насколько часто буду водить. Потому что в новогодние праздники был огонь. А что дальше пока не знаю. В общем, следите за анонсами. Там, может быть, раз в недельку или раз в две недельки буду куда-то выползать. И в Москву, и в Петербурге, и так далее. Ну, а, друзья мои, во-первых, вот в прошлый раз ты, так сказать, тепло о моей книжке отзывался. Я хочу тепло отозваться о книге Евгения Вашенкова именем «Братвы». Совершенно потрясающий труд. Самое главное, что там даже киар-коды со ссылками на какие-то видео сделаны. Такое полужурналистское, полухудожественное исследование этой эпохи. Потрясающе написанное вообще. И можете найти, купить и прочитать. Прекрасное все оно. На этом пока все. Пишите туда ваши комментарии. Тебе огромное спасибо. Вам спасибо всем. Да, увидимся. Пока.